Мы сейчас своих деток оставили в игровой комнате, в Игролэнде. Где камеры? Вот смотри. Вот. Вот так, да? Да. То есть на тебя смотреть? Я на тебя, я на тебя смотрел все время. Поэтому у меня получалось так. А что на меня смотришь? На камеру на тебя смотришь. Туда, в камеру. А я смотрю, я поняла. А я смотрю сюда, вот сюда. А, вот поэтому и... А я смотрю, многие, многие снимают. Как-то куда-то смотрят туда. Ну, поэтому я смотрю в камеру. Думаю, там шуклер сидит, там титул читаются. Ну, опять телефон. Папа даже в празднике работает. Все. Все, уже не работает. Ура, ура, ура. Человек-телефон просто у меня. Вот. Накормим деток, чтобы дома уже не кормить. Потому что Дема очень любит с Никой кушать в заведениях. Они очень любят кушать что-то вкусненькое, какое-то особенное. Не, не в том плане. Дома как, ну, по-домашнему. А в кафе же всегда можно заказать что-то, то, что дома сложнее приготовить. Но это неважно. Дема же не в этом. Просто для детей же стараемся. Подправила мужа за обуви. Мой муж за обуви не пошел. Вот дети. Вы что, дети? И этот, дети? Вот семейка. Дим, ты же за обуви должен был идти. Мама. Мама. Радость, насколько на лице. И ты умолчишь? Вот тут вот, держись. Мама первое место. Это компот, это компот, это с детьей, будешь компот, и Ники, и Никин компот, аккуратно, трубочку, давай, я тебе вот так, да, вот так, пей. Девочки, мы тут забрали детей в Бролэнде. Это, получается, для совсем маленьких. Папа смеется, говорит, совсем не детское день рождение, а у класса росла кунжика, чей-то папа, наверное. Но с питанием, конечно, тут проблема, мы хотели накормить малых, и в меню для детей есть только вот картошка фри, пицца, сырные палочки, есть девушка в разных. Один кляр. Да, и все в кляре. Вот это вот... А что такое? Это курочка, но я имею в виду, что все, как бы, оно совсем не диетическое. Я кофе заказала, как картошка френь. Оно просто вкусно с журавлыным, с сыром соусом. И с кофе я очень люблю, мне мак напоминает. Так, заходим. Привет! Привет! Вот это наш город. Я сегодня построила наш маршрут. А Дема, как всегда. Дема, тебе удобно там? Да. Да. Сейчас раннее утро, уже доставочку сделали. Из сайта Makeup я вчера вечером заказала хайлайтер. И хотела еще помаду золотую, но на сайте я ее не нашла. Хайлайтер увидела у других блогеров, мне очень понравился результат. Это новинка. Стоит он 175 гривен. Мне кажется, это очень хорошая цена. Вот так вот он выглядит. Он с розовым оттенком, как, в принципе, я и люблю. В моих макияжах вы могли видеть, что у меня есть такой, как тинт. Сухой тинт. И я его использую как хайлайтер. Очень классно. Вот он в большом количестве. Кстати, его можно использовать еще и на веки. Вот я его распределила, так хорошо распределила по руке. И я думаю, что он классно будет смотреться на скулах. Ну, то есть выше скулы. И под бровью тоже очень хорошо. Встречалась с девчонками-блогерами. Мы посидели, пообщались. Потом зашли с Олей, еще погуляли по магазинам. И я набрела на эту сумку. Чего-то она мне прям очень понравилась. И я ее купила. Я ее купила. И, в принципе, я ею довольна. Она не кожаная. Она смотрится очень хорошо. Потому что здесь по цвету скомбинированы два цвета. Которые... Ух ты! Я уже ее испачкала хайлайтером. И она такая... Она небольшая. И очень... Я говорю, что она под все подходит. Я вчера была в таком образе. Она очень подходила под... Да что ж я заговариваюсь. Под тот образ. Вот. Стоила она... Все вам скажу. Там... Это из новой коллекции. Там, кстати, есть по распродажам хорошие сумки. 759 гривен. Да. 759 гривен. Тут мне Ника помогает. И... Ну... Это, конечно, не кожа. Но цена все равно хорошая. Это магазин Парфуис. Она вроде бы маленькая. Но она очень практичная. Сюда много что помещается. Ну, кажется, что она малышка. Вот. Но совсем не малышка. То есть, у меня большой телефон. Он отлично помещается. Кошелек отлично помещается. Кстати, я вам покажу. Этот кошелек рядом. Кстати, мне надо и кошелек купить. Потому что у меня позорный кошелек. Очень страшный. Видите? Он у меня огромный такой. И там много карточек. И он тяжелый. И не во все сумки входит. А тут вообще просто. Класс. Можно ее носить и через плечо, и не через плечо. Тут еще один карманчик есть. Поэтому, в принципе, я ею довольна. Я, наверное, сегодня не закончу. Свои. Да, да, да. Свои видео. Все. Он не снимается. Ну, понятно, что, например, метелярка сойдет. Но это уже плюс. Студец, а ну-ка, давай. Профессор. Как настоящий мужчина. Молодец. Я пропустила просто. Тут самое было интересное. Молодец. Молодец. Он радуется. А ну, давай еще раз попробуй. Попробуй, попробуй. Молодец. Молодец. Это моя... Молодец. Ой, профессор вулок попал. Вот что же ты сделал. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Молодец. Молодец. Она мешает тебе? Все, мы только и сидеть. И слезаем. Молодец. Ну что ж ты снова плачешь. Дедушка. Ну давай я тебе саню новые куплю. Ты не мешала. Нет. Я тебе мешаю? Тр張. Чтобы. Да? Знаешьlichen разумом. Ты можешь придумать? Что тебе нужно придумать? Что нужно придумать? Софт! А давайте устроимщем! Ааааа. Лезешь, дай я посмотрю, ну пожалуйста, открой, ну пожалуйста, я очень прошу, ты зубатик, у кого 16 зубов, а мне надо еще 4, мне надо еще 4 зуба, ну пожалуйста, ну покажи, ну покажи, а кто-то хочет в туалет, писать хочешь? Нет, 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 а кушать хочешь? Да, а давай раздеваться, давай, зажимает и не дает свитер снять, козюля, 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 ну пожалуйста, ну очень надо, ну очень надо, я сама сейчас запарюсь, пока тебя раздеваю. Ну только что вернулись с торгового центра, хочу показать, что мы купили, чтобы не снимать отдельное видео, потому что сейчас идут скидки, и почему хочу показать, вдруг вам что-то приглянется, вы будете знать, где это купить и сколько это стоит. Вот такую вот кофточку, джемпер купили, Демке, тут 98 размер, для чего я ее купила, в принципе одежды у него много, у него есть рубашки, но мне очень нравится, когда рубашечка или футболочка одевается вот под такую вот кофточку. Она из катона и такая неплохая в общем, и цена у нее очень-очень приятная, вот в каком магазине, Reserved Reserve, если честно, правильней будет. И цена ей была 3199, мы купили за 199, вот, 2-3 года. Очень-очень хорошая покупка, считаю. Еще лучшая покупка, это вот эта вот куртка, она приглянулась и мне, и мужу, ярко-красного цвета. Вот она зимняя, или на холодную осень, или на холодную весну. Вот, мы купили ее в магазине, сейчас я вам скажу, в каком, в общем, цена 559 гривен, и вот магазин. Я не знаю, как правильно он называется, девочки. Мы купили в проспекте, то есть мы были в проспекте, это для тех, кто в Киеве. Для тех, кто в Украине, то вы, в принципе, сами знаете, где у вас в городе есть такие магазины. Мне она очень понравилась, она такая прикольная, конечно, она маркая, но хорошо то, что она как балоневая, ее легко стирать. Забросил в стиралку и прокрутил, надеюсь, что она линять не будет. Ну, в общем, глянем, цена очень приятная для такой куртки. Следующая куртка, мы разошлись с мужем, но мы вообще решили, что грех будет не взять. Она стоила 379 гривен. Ну, это прям вообще смешная цена. 24-36 размер, это, кстати, тоже 24-36. Вот, это более такая спортивная, и она идет как толстовка, такая прям совсем толстенькая. Вот, ну, детский сад, и вообще на улицу гулять, она не сильно маркая, ее тоже будет легко стирать. Поэтому взяли, если вдруг вам надо, вот, капюшону, то можете своим деткам. Размеры там есть. Там, кстати, и на деток постарше где-то 5-6-7 лет есть уже другие фасоны курток. Ну, в общем, классно. Можно заходить, смотреть. Дальше. Купила себе юбку. Вообще мне она не нужна, по сути. Это, знаете, как то купили, то купили. Вот, пошло-поехало, и, в общем, тоже купила. Что мне в ней понравилось? Ну, естественно, фасон, плесе. Хотя у меня в плесе есть синяя юбка. По сути, точно такая же, только качеством лучше. Но мне понравилась вот эта вот расцветка. Когда она переливается, то есть кажется, что она какая-то металлическая. Хотя на самом деле это бархат. Ну, то есть как будто бы бархат. На самом деле, конечно, нет. Вот, цена у нее вообще очень смешная. Сейчас я вам покажу. Опа. Кстати, турецкая юбка, по-моему. Не, написано Китай. Там очень просто много Турции. 224 гривны. В общем, короче, буду с малым гулять. Сейчас теплее станет. Даже если не тепло. Можно под теплые колготки в парк ходить, гулять. То есть, ничего страшного, что она такая недорогая, но внешний вид у нее нормальный. И в этом пакете подарки для Доминики. Сейчас вам раскрою все и покажу. И вот подарки для Доминики. Первое. Это для школы, вообще для повседневной носки. Они такие взрослые. У нее просто размер уже 37-38, плюс еще стелька, поэтому... Ну, в общем, папа сказал, что надо брать. Вот. И вообще, сами по себе они под все подойдут. И под школьную форму, и под джинсы. Короче, прикольные. Тоже купили их в этом магазине. Не знаю, как он называется. И видите, какая цена. Ну, тоже грех не взять было. Заговариваюсь, устала вообще. Демка истерику. И там закатил, потому что они были в игровой комнате, пока мы ходили по магазинам. И он так наигрался, что еле я его вела. Но у него просто истерика началась. То есть, перегулял. В Сенсей купили вот это вот платье. Это как бы взрослые вообще размеры, но взяли XS. И, ну, знаете, как платье Майка. Короче, на весну. Прикольно. Материал мне понравился. Такой прям нежный-нежный хлопок. Сладости. Куда без них. Это мы зашли в магазин, и здесь, видите, с ложечкой горячий шоколад можно делать. Вот. Аняка обожает горячий шоколад. Вот. Так. И обожает мармелад. Тоже купили мы мармелада. Дальше. В этом же магазине. Вот он. Мы купили ей джинсы. Высокая талия. Ну, вот. Ну, такие как бы они обычные. Но они очень здорово тянутся. И я думаю, что ей они пригодятся. Джинсы вообще. Их должно быть много. Вот. Так что... А, цены не сказала. Вам цены не сказала. Надо брать, если вам надо. 287 гривен. В общем, цены смешные. Я сейчас магазин. Вот эта вот блузка мне безумно понравилась. Она самая обычная, самая простая. Стоила она 4199. Купили мы ее за 2199. Чем она мне понравилась? Она для школы. Такая прикольная. И у нее такой хвостик. И она такая длинная-длинная. В общем, классно. Ее можно и заправлять. Можно также по джинсу миксовать, делать разные луки. Очень прикольная. Очень понравилась мне она. Так, дальше вот такое вот платье. Мне понравился фасон. Почему? Потому что его можно очень здорово носить. Вот с такой обуви. Вот. То есть, какое-то оно такое... Прикольное, короче. Я просто уже даже разговаривать не могу. Устала. И цена у него была 150 гривен, 149. Очень тоже такая цена. Грех было нельзя. В общем, в общей сложности мы за недорого скупились. Так нормально. В принципе, я этими покупками довольна. Для детворы. В самый раз. Так что, если вам что-то пригодилось, и вы теперь знаете, где это купить, буду очень рада, что не зря снимала. Все.